Сегодняшняя недельная глава Когда выступишь на войну против врагов своих И что? Известная глава Да? Вот нам Иосиф расскажет И отдаст их Бог, Господь твой, в твои руки Этих врагов И что там будет? И ты возьмешь их в плен И кто там будет? Там будет женщина Ефатуар Там будет женщина красиво видом Среди этих пленных И ты захочешь быть с ней И взять ее в жены Что нужно сделать? Кто помнит? Купуха Из пленных Она же не еврейка Значит Гиура должна принять Гиура нужно принять Гиура нужно принять? Да Говорит Тора И увидишь в плену эту женщину Возжелаешь ее Захочешь ее в жены Что нужно сделать? Нужно привезти ее домой Да? Дальше что? Пусть обрет она свою голову И отпустит свои ногти Отпустит ногти 30 дней Не стрижет своих ногтей Вместо своего красивого платья Оденет что? Балахон Мешок Оденет мешок И пускай плачет по своим родителям 30 дней Вот если через 30 дней Ты захочешь на ней жениться После того как она смотрелся Она живет отдельно Ты отдельно Ну как отдельно? Рядом? Ну отдельно В другом доме А как они на нас смотрят Как он посмотрит на нее? Если она будет жить Не с ним Ну как? Ну приходит Приходит Смотрит Как дела у тебя? Что? Ничего Сидит плачет Без волос Без макияжа Без ногтей Без одежды А? Без хайлайта Да То есть это что такое? Без подводки Без подводки Да Да? Так если через 30 дней Ты захочешь на ней жениться Жениться Это будет Как вы сказали Гюр Это будет ее Гюр Да? Так телефон-то давайте Вот И так Вопрос знаете какой у меня? Почему Тора это разрешила? Это во-первых Простое объяснение Это Это война Это война И если Еврей пошел на войну А война Это тяжелая вещь Тяжелое время Когда Человек Обычно То что он Может пережить Обычно Выстоять Да? На войне не может И Тора Приходит И говорит Если там На войне Ты увидишь Женщину Красивого вида Не еврейку Вот так сделай Если ты ее захочешь Сделай так И она будет тебе разрешена Почему Тора Разрешила это? Почему нельзя было сказать? Почему нельзя было сказать? Нет нельзя Как в другое Как в других пасуках Да? Известно Не Не Женись Не Смешивайся Да? Почему здесь нельзя было сказать? Увидишь женщину Красивым видом Берегись Убегай Больше чем от снайпера Ага Чтобы исполнить митцо Чтобы исполнить что? Митцо Такую? Жениться На не еврейке Где такая митва? Может привести ее к всевышным Тем самым Слышали что говорит? Так все наши Молодые люди думают Что? Увидят красивую девочку Не еврейку И говорят О! У нас есть митцва Заповедь Ее приблизить Где такая митцва? Написано в Торе? Есть такая митцва? Где такое митцва в Торе? Еврейство Еврейство Это Не миссионерское Занятие Да? Это у нас такое Идти в массы И Там Приврать Да Привлекать народ К занятиям Торы Да Хочешь приходи Поймешь В чем правда жизни Приходи И занимайся Да? Нету миссионерства Нет заповедей Нет заповедей Такой Идти И привлекать К еврейству Нет такой Наоборот Если когда девочка приходит Подвинять Герюч Что ей говорят? Три раза должна отказать ей Три раза ей должна отказать А если мальчик? Мальчик То же самое Гил То же самое Три раза должна отказать? Да Три раза должна отказать Если через три раза согласиться Тогда уже будут рассматривать Да? Так что пришел в одну синагогу Потом в этот же день Во вторую И в третью Нет В одно и то же место В одно и то же место Имеется ввиду Так Но Говорят мудрецы Тора Она знает Тора Она знает Природу Человека А когда идет война Когда идет война А тогда Что Тогда война Это не то что сейчас война Да? Телефон рядом Skype рядом WhatsApp рядом Позвонил своим Все хорошо Тогда не было связи Ничего не было Не знаешь Вернешься Не вернешься Тора разрешила Брать ту пленную Которую ты захватил Но и То С некими условиями Отсюда мы учим Очень важную вещь Не все Внешнее Что есть На это ты должен смотреть А что Посмотри На эту вещь Когда Эта вещь Не так красиво выглядит Понимаешь? Посмотри на нее изнутри Посмотри Что она изнутри Когда Ей нужно плакать По своим родителям Как она себя ведет Будь то это она Будь то он Здесь имеется ввиду Образ Почему? Потому что сейчас Я спросил у ребят Сейчас это Насколько это актуально? Мы с вами на войну Не идем Да? Как это актуально Сейчас с вами? Тоже же она актуальна Каждый день Каждую секунду Так мы читаем На этой неделе Эту главу Как она актуальна сейчас? Здравствуйте А что ты смотри Под этим зонам Игрима Заначали на себе девушки Потому что не обязательно На пленнице смотреть Просто на девушку Другой религией Да Написано Когда выступишь на войну О! Какие люди Сегодня праздник у нас Ты сказал Ты выполнил Пацан сказал Пацан сделал Так что мы говорим Насколько Когда выступишь на войну Против врагов твоих Ни один из нас С вами на войну Не выступает Ну что? А? На войне же не бываем Слава Богу А внутри Слава Богу нет А? Слава Богу нет Слава Богу нет Так о чем Тора сказал Олеев Ты что думаешь? О чем Тора говорит? О том говорит Тора Что каждый день На самом деле Это война Война против чего? Против нашего Ецерара Когда ты выступишь на войну Против врагов твоих А сегодня Слава Богу Слава Богу Особенно нам С вами молодым Всевышний не дал никаких врагов Кроме как что? Своего дурного начала Которое мешает нам Быть теми евреями Которые бы Всевышний хотел бы Чтобы мы были Да? У нас дурное начало Это мешает Так это и есть война На которой мы с вами находимся Каждый день Каждую секунду И с ней И именно с ним Мы воюем Когда ты выступишь Против своих врагов И так бывает всегда Человек решает Побелезиться Решает еще больше сделать И он решает Все я сегодня буду Бороться с вами Сегодня я сделаю Больше чем обычно Что тут появляется? Ишаев Атуар Девушка красивая Видом Которая хочет Сто Хочет тебя опять Увести с этого пути А про это Сказала Тора И увидит женщину Красивого видом Из этих пленных Что сделай? Что сделай? Особенно в институте Это Ох, как актуально Друзья мои В институте Еще и больше актуально А? Что вдыхаешь? Да И увидит женщину Красивого видом Что сделай? Не смотри на ее Внешнее проявление Вот что говорит Тора Понятно Ты это не сможешь сделать Я что сказала? Обрей ее волосы Пускай ногти вот так вот Что имеется ввиду? Надо посмотреть На то Как она изнутри Как она изнутри Да Не просто Ты сравнивай Не надо сравнивать Не надо смотреть на Внешнее Столько внешнее проявление Вот что говорит Тора Понятно? Потому что если А, ну-ка Попробуй кому-то Предложить Как ты? Ах, если ты меня любишь Вот что Тора Сказала Обрей волосы Отрасти Эти самые Ногти 30 дней И сиди И плач Я на тебя посмотрю Потом я могу на тебя Жениться Вот что ты сказала Кому ты это предложишь Кто-то согласится И сейчас никто Никто Полито Я вам скажу Что это имеется ввиду Это имеется ввиду Тогда нужно было сказать Путишь ты идти По моим законам Или не идти Вот что имеется ввиду На словах все пойдут А на деле Кто пойдет? На деле Кто пойдет? Поверьте Что из ста Может быть одна Но и та одна Которая пойдет Она сама придет к этому Не из-за того Что ты хочешь Не из-за того Что она за тебя хочет Замуж И так далее Не из-за этого А потому что Сама этого захочет Есть такие Правительницы Понятно? А про это Это первое Это первое О чем говорит нам Тора Я сегодня Не об этом хотел говорить С вами Хотя это Конечно же Очень актуально Но в общем В общем Вы должны иметь ввиду Что Что Это Да есть эта проблема И бороться с ней нужно И только Единственный способ Как можно с ней бороться Это только Тора И изучение заповедей Постоянное изучение Это постоянная защита Тора Это защита От любого Ецерара Изучение Торы Каждый день Каждый день Это нужно И не расслабляйтесь Несмотря на то Что Безусловно Сейчас больше Забот Больше Что нужно будет Делать вам И так далее Но Также в нашей Недельной главе Друзья мои Также в нашей Недельной главе Давайте скажем Что Недельной главе И Шимон Бен Йосеф Недельной Малка Во Мина Шебен Йона Недельной Эстер Габриэль Бен Ицхак Недельной Эстер И Рельфуа Шелема Рельфуа Шелема Нана Яэль Нет Шира Яэль Батна Насара Так Также написано 22 глава 22 глава 5 послух Смотрите Что написано Да не будет Мужской одежды На женщине И не наденет Мужчина Женского платья Ибо Отвратительно Господу Богу Твоему Всякий Делающий Такое Одеть Одевать Женские Вещи Одевать Мужские Вещи Мы с вами Что на пулем Говорили В пулем Есть спор Да В пулем Есть спор Можно ли В пулем Обычно Все переодеваются Есть спор Мудрецов Могут ли Мужчины Одевать Женские Одежды Да все маски Одевают А можно Мужчине Одевать Женскую Одежду Сифарские Мнения Однозначно Нельзя Дальше Тора Нам говорит Здесь Что очень Важно Очень Важно И Если Возьмет Муж Жену Да И войдет К ней И воззнавидит Ее То есть Эти законы Сказаны Что нужно делать Как нужно делать Сказано Также О Я с одним Поспорил Я с одним Поспорил Сижу В ресторане И Один Говорит Что Дети Непослушные Дети Бывают Только У Ну Он там Сказал Неважно Я говорю Тора Тора тоже Говорит О Непослушных Детях У кого Он Бывает Здесь Дальше Где сказано Про Вот эту Женщину Которую Он Полюбил Ее Привел Так Сделал 30 дней Все Сделал По закону Женился На ней И Он Потом Пришел И Вдруг Возненавидел Ее Не знаю Не ожидал Что Так Перестал Любить Так Когда Он Видел На Войне Там Он Не Понравился Потом Перестал И Так Большинство Жизни Что Мы Видим Так Так же Происходит Ну Если Вот Таким Образом Происходит Соединение Жизней Так Потом Тора Знаете Что Сказала Тора Начинает Говорить О Если Будет У Человека Сын Непослушный Почему Именно После Этого Сказано Про Это Потому Что Надо Понимать Что Если Изначально Не По Закону Сделано Все То Может Быть Что Именно На Детях Это И Отражается Это Нам Сказала Тор Дальше Что Дальше Тора Повторяет Законы Что Нельзя Быть Замужней Женщиной Ни В коем Случае Написано Что Если Замужная Если Замужная Женщина Согрешила С другим Мужиной Она Запрещается Своему Мужу И тому Мужине Тоже Запрет Больше Не может Быть Ни с тем Ни с тем Дальше Причем Если Их Поймали Надо Убивать И И его Если Она Изменил Что Изменил Если Он Изменил И Если Его Поймали С другой Женщиной Тоже Надо Убивать Если Она Замужняя Да Еще раз Если Она Замужняя Замужней Замужняя Там Проще Не Нужно Убивать Но Вопрос В том Что Он Должен Сделать Если Она Действительно Здесь написано То Сколько Он Должен Заплатить Если Она Не Хочет За Него Замуж Если Она Не Хочет За Него Замуж Это Большая Проблема Это Большая проблема почему потому что почему почему потому что в принципе отношения мужчины и женщины это как будто он они женился сейчас по закону нужно 3 сейчас по закону нужно 3 но вторим в гимаре идет спор что является тем той точкой когда они уже женаты один говорит хупа другой говорит то что они расписались да то есть не расписались сама именно star star к туба написали к тубу да то что завел ее домой или отношения или то что кольцо надел написано три вещи сейчас на сейчас по закону нужно 1 2 3 нужно кольцо надеть нужно star к туба туба нужно писать и нужные отношения все три это уже имеется ввиду муж и жена если нет а а я так как есть спор о то что имеют отношение это большая проблема большая проблема друзья тем более вопрос потом знаете что если она за него не хочет замуж идти можно и потом выходить замуж или нет пути вопрос вопрос то должна ли она получить гетто того с кем она была для того чтобы выйти замуж понятно нет непонятно знаете почему непонятно потому что когда она выйдет замуж за того за кого она хочет уж замуж выйти потом дети кем будут дети считаться а мамзер то кто незаконно рожден и законно рожденный что в чем проблему незаконно рожден написано не может входить в общину израиля что значит уходить в общину израиля а и ходе он еврей он еврей он не может жениться на обычной еврей только на вам за это может жениться или ноги и георгий тоже да понимаете вопрос в этом вопрос может быть о большие проблемы большие проблемы что делать дальше если есть такой закон еще написал нашей недельной главе если женщина развелась по закону развелась по закону больше и народа израиль развелась и вышла замуж второй раз вышла замуж и потом он ее тоже не захотел или она его это же развелись скоро говорить нельзя и выходить замуж за первого мужа нельзя почему потому что может быть она это сделала ради забавы ради того чтобы погулять это страшная вещь людей совершенно смешно вам смешно потому что вы смотрите и думаете что это нормально это не нормально это это трагедии некоторых семьях огромные трагедии я вам говорю я вам не просто сейчас это рассказываю перед есть люди которые на это не смотрят вообще не смотрят на это а на самом деле это есть основа всех проблем которые потом жизни приходят то рассказала нельзя и выходить замуж а она идет возвращается к своему первому мужу просто так и после этого что считаются дети дети тоже мамзира считается после где которые уже были а если потом появится понимаете и все каждое отношение их это запретное отношение и каждый проблему которые приходят в жизни этого мужчины потом это из-за этого проблема почему потому что потому что бритку дис что так мы предка дышная прит мила что-то very 것мила почему брить вид называется брить мило это что-то вхождение в союз со Всевышним. Делают обрезание, входят со Всевышним. Почему именно так? А, сделай что-нибудь там, не знаю, усы, побрей, еще что-то. Нет, именно так нужно войти в союз со Всевышним. Почему? Потому что это и есть самое святое, что есть у евреев. Что? Отношение с женой. Отношение с женой. Мне просто так, направо-налево побоял. Нельзя, ни в коем случае нельзя. Это жизнь. Семьи еврея, это жизнь. Серьезно он говорил? И потом из-за этого бывает очень много проблем. Очень много проблем. Вы даже себе не представляете, сколько. Так. Лашон Ара тоже сказано в нашей недельной главе. Нас напоминает. Помните то, что сделали с Мирьям. Мирьям Аневья, которая была сестрой Моши Рабену, которая сказала про Моша, и с нее это спросили. Язва. Лашон Ара, говорят наши мудрецы. Лашон Ара, это одна из причин, почему человек без партнессы. Лашон Ара. Шаббат, все хорошо. Допустим. Шаббат, все хорошо. Перекат Амазон. Митсвот выполняет. Жену уважает. Уважение жены. Один меня спросил. Говорит, не как партнесса, не как бизнес не идет. Я позвонил знающему Рау. Он говорит, пускай укрепит себя в уважении жены. И возьмет в себя Маасер. Что когда у него появится деньги, будет отделять Маасер. Шаббат, Маасер, уважение жены. Основу партнессы. Если с этим все нормально, проверяй, а что Нара? Не болтаешь ли языком просто так? Радюс, вопрос. Мне говорили, что если больше 10 человек, ну, про какую-то историю Нара считается. Больше трех. Больше трех. Больше трех. Рамбам с этим не согласен. Не согласен? Не согласен. Рамбам говорит. Да, вроде известно. Вроде известно, и все знают. Теперь ты посмотри. Газеты, интернет, телевидение. Всем все известно. И тогда получается, обо всем можно говорить. Что такое Нашонара? Нашонара – это любое утверждение, которое унижает человека в глазах других. Да. Все, что боялись. Если 10 об этом знают, теперь можно его унижать в глазах других? Хафетс-Хайм, кстати, тоже не согласен. Хафетс-Хайм приводит этот закон. Да? Ну, подождите. Рамбам говорит. Нет, даже если трое знают, а ты говоришь, все равно Нашонара. Хорошо, можно полагаться. Можно полагаться. Но человек, который позволяет себе... Ранне-Ебрея, можно говорить Нашонара? Да. Ранне-Ебрея. Мы говорим, все, закон у нас, евреи, 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 евреи. Ранне-Ебрея можно говорить Нашонара? Почему? Потому что тот, кто говорит, что Нашонара нарушает, это кто слушает. Правильно. Даже кому говорит, не важно, кому он говорит, что он сам говорит. Смотрите, Эльвин про другое говорит. Трое участвуют Нашонара. Тот, кто говорит, тот, про кого говорят, и тот, кто слушает. Все трое виноваты. Окей. Теперь, почему про нееврея нельзя говорить Нашонара? Говорит Аллаха, потому что, чтобы ты не привык. Говоришь. Да, чтобы ты не привык, говорит Нашонара, привыкнешь на других. Будешь говорить по-своим. И по-своим. И самое важное, то, о чем я сегодня хотел проговорить с вами, это написано, не иметь разные гири, то есть, вести бизнес честно. Про это тоже говорит наша недельная глава. И это одна из тех основ, о которых я с вами сегодня хотел поговорить, потому что нас с вами впереди ждет Рошашана, День суда, как мы с вами говорили. Рошашана определяется весь год человека, что у него будет в следующий год. В Йом-Кипур запечатывается. Определяется в Рошашана. Поэтому многие думают, что надо освобождаться от всех дел, от всех учебы в Йом-Кипур только. Нет. В Рошашана гораздо важнее. В Рошашана послушать шофар и сохранить Рошашана еще важнее, чем в Йом-Кипур. Еще важнее. Почему? Потому что пишется Рошашана. И два дня Рошашана Рошашана это историю. Оба дня. Оба дня. И оба дня нужно служить шофар. Почему? Потому что написано первый день Рошашана пишутся праведники. Во второй день Рошашана пишутся про шаин. Злодеи. Можем не читать. Это же не звук шофара. Это же не звук шофара. В Мишне разбирается и в Гимаре разбирается вопрос. Человек, который протрубил, вырыл яму и в яму протрубил. И другие слушают. Вышел ты из заповеди шофара или не вышел? В яму протрубил. Вышел из заповеди? То есть ты стоишь, он сидит и прямо в яму трубит. Нет, не вышел. Почему? Потому что ты не слышал сам звук шофара. Ты слышишь то, некий гул, который отражается через яму. Тем более, тем более, звук, который ты слышишь через эти передачи и так далее. я уже не говорю о том, что митцва не считается митцва. То есть митцва, которая пришла к тебе через нарушение, это не митцва. Человек, который пришел в шаббат послушать цифертуру и встал на цифертуру. Но приехал на машине. Считается ему, что он встал на цифертуру. Извините. Он нарушил шаббат. Он нарушил шаббат. Как он встал на цифертуру? Да. Можно больше переговоров. И более того, я вам скажу, он тем самым ввел общину в проблему. Почему? На благословение, которое он сказал, нельзя произносить амин. Кто должен читать цифертуру? То обязанность читать цифертуру есть у каждого из нас. Шаббат пришли, удостоились. Мы не просто покупаем, удостаиваемся стать на цифертуру. Да? Встать на цифертуру. Что это? Что это значит стать на цифертуру? Знаешь, что это значит? Это значит, я, когда читаю, я должен читать. Каждый из нас должен читать. Мы просто не умеем. Так как мы не умеем, приходит шалерцебур и читает эту цифертуру, и тем самым он меня вводит и всех выводит. Но изначально я должен читать цифертуру и удостоить всю общину, что? Передать Тору ей. Это передача с гори Синай. Каждый шаббат у нас передача с гори Синай происходит. Почему мы читаем Тору? Как на горе Синай нам передали всю Тору, так мы не можем за один день получить, да? Это Всевышний нам дал за один день. Мы разделяем ее на 53 части и читаем в течение года каждую неделю. Каждую неделю мы получаем Тору. Теперь каждый шаббат приходит, прочитал свой отрывок, что он сделал? Он передал этот отрывок Торы всей общине, которая сидит в синагоге. Если ты нарушил шаббат в Торе, в которой написано не нарушай шаббат, ты его нарушил, пришел читать цифер Тору, ты хочешь передать эту Тору, где написано не нарушай шаббат, хочешь передать общине? Что за дела, я не понимаю. Что за дела? Что за вранье? Там написано не нарушай шаббат, ты хочешь мне рассказать про то, что не нарушать шаббат? Если бы я сейчас перед вами сидел здесь и рассказывал вам, что нужно хранить шаббат, а завтра меня видите раскачивающимся на своем, не знаю, автомобиле в шаббат. Не дай бог, не дай бог. Это что, вы от меня потом примете эти слова, видеть меня и заходите, правильно? Как тот, кто нарушает шаббат, приходит и рассказывает, читает, поднимается на сапфер Тору. То же самое он делает. Просто люди не понимают. Люди не понимают. Знаете почему? Потому что здесь у нас не принято об этом говорить. Не принято говорить. Чтобы не дай бог, я однажды недавно увидел, не дай бог, он не придется в синагогу. Какая разница, что он придется, он не придет. в шаббат сейчас вся возможность есть, чтобы он не в шаббат приходил. Ты хочешь его привезти в синагогу, приводи мне в шаббат. Не приводи в шаббат, скажи ему, что он нарушает. Скажи ему, что это саканан, не фашот, это проблема его семье, это проблема его детям, это проблема его парна сене. Сегодня так завтра. Объясни, так написано же. Почему ты ему не говоришь? А потому, чтобы он пришел и тебе деньги дал, деньги творец дает. Сегодня он тебе даст, из-за того, что так привел, завтра уведет. Я знаю, я знаю такие синагоги. Я знаю, они были полны людьми, сейчас там нет ни одного человека. Я знаю несколько таких синагог. Как мы и здесь, в Москве. Я уже не говорю о том, что в Израиле. В Израиле Бабу Хашем. Дай Бог, чтобы мы скоро тоже живем в Израиле и была возможность через 2 секунды попадать в синагогу. там на каждом шагу. Но тем не менее, это проблема, это большая проблема, поверьте мне. Так и то, что мы с вами говорим эти темы. Я с вами говорю сегодня о Чувее. Сегодня я с вами говорю о Чувее, но до этого, пока мы до этого дойдем, мы говорили с вами о том, как нужно честно вести бизнес. Написано, что есть самая главная проблема, что иногда человек молится и не принимает своего молитвы. Самое главное, что мешает. Вот самое главное, что мешает. Самое главное. Знаете, самое главное из ошибок, что мешает человеку. Знаете, какая? Написано так. Человек может быть полон ошибок, полон грехов, но что обвиняет во главе всего? Гезель. Что такое гезель? Воровство. Воровство, плохо слышало. Мы учили с вами по поводу поколения потопа. Когда Всевышний сделал потоп. Помните это? Что там происходило? Страшные вещи, да? Чем это поколение занималось? Разврат был страшнейший. Написано, что вся земля извратила свой вид. Так написано, что там эти животные между собой скрещивались, люди вообще уже не понимали, какие здравственные принципы, какие нет. Вообще никаких ценностей не осталось абсолютно. Но когда Всевышний сделал потоп, когда написано, что появилось у них Хамас. Что такое Хамас? Грабительство. Как только проявилось грабительство, Всевышний сказал, все, этому поколению уже ничего не поможет, надо их уничтожить. Почему и воровство? Потому что люди смотрят на воровство наиболее легкими глазами. Вы думаете, что воровство это что? Я зашел в чужой дом и забрал оттуда чужое имущество. Это мы думаем воровство. Это грабительство. Правильно? Что такое грабительство? На посредине дня. Чем, кстати, грабительство воровство отличается? Помните? А? Мы три раза обсуждали. Да. грабительство это то, что происходит при всех, да, посредине дня. Я никого не боюсь, не дай бог, не проявлено будет сказано. Я иду, да, прямо посредине дня грабил банк, не важно, кто что что, я граблю, не дай бог. Теперь, а что воровство? Воровство, я тихо, 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 иду, ночью, меня никто не видит, я узнал, что там нету владельцев, захожу, граблю, ухожу. Что хуже, грабительство или воровство? Воровство. Почему? Почему воровство? Потому что человек думает, что его не видит. Да. Да, а его кто видит, творец его видит. Так, грабитель, он не боится, ни творца, ни людей. А вор, он боится людей, а все еще не боится. Понимаете? Теперь, вот, поэтому, когда люди уже грабят, воруют, и смотрят на это, как ни в чем не бывало, это есть последняя капля для творца, когда нужно спрашивать. Так, это есть причина, оказывается, когда я сегодня сделал, я не знаю, мои рассылки никого не приходят из нас. А, Ронин, ты видел, что я сегодня написал? Да. О, я сейчас вам расскажу. Я сегодня сделал тшу-бу по поводу грабительства. Я сделал тшу-бу. Есть разные виды, разные виды грабежа. Всевышнего достоин. Мы каждый день молимся с вами. Каждый день молимся с селихот. Сейчас есть селихот. Каждый день. Что такое селихот? Молитвы о раскаянии. Мы делаем, мы говорим, ашамну, богатну, газальну, виду и делаем каждый день, правильно? По два раза, да? После шахарита, после минхи, виду есть. Таханун, да? Виду и. Ашамну, богатну. Что это такое? Что написано? Смотрите, что написано. Мы виновны. Мы вероломны. Мы грабили. Говорили лошон ора. Водили других людей в грех. Глумились. Намерно творили зло. Что за слова? Что такое? А, Макс? Что за бред написан? Ты такой делал когда-нибудь? Скажи. Кого ты в грех водил? А? Мейр, что здесь написано? Связывал себя ложью, и за это бьем себя в грудь. Что это такое? Я никогда такого не делал. Ну, может быть, не с нами предостаточно. Грабили. Кого я грабил? Может быть, время кого-то? Да, время. Время кого-то. А, молодец. А, водил другого грех, что значит? Ну, про эту ситуацию, когда рассказывали, что больше трех людей, если рассказывали, это правильно. Правильно. Так, на самом деле, просто что? Зачем этот веду? Потому что, чтобы мы прочитали с вами и действительно поняли, где мы ошиблись? Написано грабили. Что значит грабили? Все написано, все, что человек хочет, он может узнать. Сейчас, особенно в наше время, нет проблем учить Тору, нет проблем узнать, что хочет все вышли. Абсолютно никаких проблем. Написано газальную и я бью себя в грудь. Почему я бью в грудь? И в чем я раскаиваюсь? Мы воровали, грабили, хитрили, отодвигали чужую межу. Что значит отодвигали чужую межу? Это твой двор, это мой двор, я захожу в твой двор. В частности, переманивали клиентов друг друга. Как это сегодня актуально? Как это актуально сегодня? В молодежных программах, Ронни. Молодежные еврейские программы. Куда не пойдешь одни и те же лица практически. По большому счету. Если это без разрешения, ребят, это проблема, проблема. Каждый на своем уровне, каждый в том, чем занимается. Пользовались чужой собственностью без оплаты и без спроса. Сколько раз я брал чужой телефон? А, сейчас я тебе верну, подожди, я позвоню. Есть такие близкие к нам люди, да? Делали. Мы не возвращали долги. Ой, сколько сейчас долгов люди берут. Сколько долгов. И знаете, в чем проблема брать долги? Проблема брать долги в том, на самом деле, давать долг, это митсва. Митсва давать долг. Да? Иногда даже больше митсва, чем дать цадаку. Почему? Потому что дать долг, это значит не обидеть человека, не унизить человека. Да? а, ну, в чем проблема давать, брать долг? Знаете, люди берут долг, не задумываясь о том, как они вернут. Слушай, дай мне, слушай, дай мне 200 тысяч мне нужно. Да, ему нужно, действительно ему нужно, ему не за что платить за квартиру, ему нужно кормить детей, ему нужно оплачивать счета, куча проблем, сто процентов нужно помогать, но, что он говорит, дай мне в долг, я тебе через две недели верну, но, на самом деле, он знает, что он через две недели не вернет, он знает это, если ты знаешь, что ты не вернешь, вот это уже называется грабительство. Тогда скажи ему, я не знаю, когда верну, скажи ему, скажи ему честно, я не знаю, когда я верну, такая-такая ситуация, скажи ему правду, и тогда, если он тебе даст, это будет митцва, понимаете, а сейчас люди так делают, я тебе через две недели верну, на самом деле, он знает, что он не вернет, да, или, что дальше, нарушали чужую личную жизнь, тоже называется, газад, называется, газад, ну, я лезу кому-то на аккаунт, и решил там посмотреть, что у него, а как он живет, и потом пообсуждать это с другими, а как она живет, что она делает, и так далее, извини, пожалуйста, это нарушать ее личную жизнь, это нарушать его личную жизнь, что ты в нее лезешь, это называется красть, на этом, в этом понятии, да, скрывали истину, злоупотребляли доверием, и все это является прикрытыми формами воровства, поэтому мы каждый день два раза бьем себя в грудь за это, поэтому очень часто мы даже не можем раскаяться в этом, мы бы не знаем кому и сколько мы нанесли вреда, и мы воровали у Творца, я уже не говорю о том, что мы кушаем без благословения, это значит воровать у Творца, и за это убьем себя в грудь, просто человек думает, что ему не за что раскаивается, на самом деле навсегда есть за что раскаивается, всегда есть, пока болеют, чтобы вы понимали, согласно ученым, тайной Торе, есть у нас праздники, да, какие-то праздники, когда видуя отменяется, да, не нужно себя убивать в грудь, да, таханун отменяется, и люди радуются этому, а какие праздники, сукот, Песах, ну, это из Торы, а есть праздник, который там, не знаю, какое-то течение себе там делает, и так далее, который не имеет основы, не имеет основы в Торе, не имеет основы в Гимарее, просто так нельзя ставить какие-то праздники, постоянно праздники, постоянно праздники, нет такого, согласно Каббале, не очень хорошо отменять видуя, почему? Потому что это инструмент, инструмент для того, чтобы раскаяться и сделать себе гораздо лучше в жизни, пока человек не раскаялся, на него могут приходить проблемы, например, пользовались благами этого мира без задачи или без благословения, это я вам только пример рассказал, есть там на каждую букву алфавита есть как минимум один, одна ошибка, за что мы бьем себя в грудь, друзья мои, и здесь везде, я каждое утро здесь даю объяснение этому, сейчас, особенно в Элю, передо шешана, это очень важно, так, написано в главе, в трактате Бавакама, 165-й лист, большинство людей ошибаются в ошибке в воровстве, большинство людей в этом ошибаются, как такое может быть? одно дело, я имею ввиду, дело, я имею ввиду, я имею дело с бизнесом, да, с бизнесом я могу ошибиться, да, там, тут, недосчитал, здесь одного немножко случайно обманул, да, сколько мы ошибаемся, много в бизнесе можно ошибиться, а если я с этим не имею дела, тогда что, что может быть проблема моя, что я грабил, о, смотрите, есть работники, которые растрачивают свое время просто так, зазря, приходят на работу, устраиваются работу, им платят за 8-часовой рабочий день, а они вместо 8-часового рабочего дня 2 часа сидят в Фейсбуке, час у них законный, отдых, правильно? правильно? Ну, кроме этого, 2 часа сидят в Фейсбуке, 30 минут курят, если не больше, и всего 8-часового рабочего дня, 4 часа, может быть, работают. Еще посмотреть, сколько они работают, талии отдачи, которую работодатель хочет, это, это называется прямой газланут, это называется прямой воровствов. Есть владельцы магазинов, которые иногда это обсчитывают людей, они вроде свой бизнес, но тут этого не досчитал, там этого не досчитал, кто-то или, например, мы продаем вещи и говорим, что это не те вещи, которые это есть, да? Например, мы тащим из Китая и говорим, что это немецкие. Обман. Обман. А? Что говорить? Джон? Дальше. Или есть учителя, которые должны учить и не учат тому, что они должны учить. Я говорю, например, должны учить евреисту, а учат, не знаю, непонятно, чему. Да? Непонятно, чему. Есть же такие. Так, это называется гезель. Или, например, есть гезель, что ты пришел научить научиться одному. Здесь есть не только здесь есть гезель даат называется. Гезель твоего сознания. Это тоже может быть грабеж сознания. Каким образом? Ты пришел, например, учиться, как работать в айпаде. А ты пришел, тебя научили, как там рисовать. Гезель даат называется, да? Пришел одно учить другое. Или, например, во время во время амиды человек стоит, есть люди, которые амиду как нужно молиться? Тихо нужно молиться амиду, да? Песлов. Чтобы никто не слышал. Во-первых, почему? Потому что твоя молитва не доходит. Если кто-то слышит и доходит. Почему? Потому что мазяки есть те ангелы, которые хотят повредить. Ты хочешь митцу сделать. Всегда есть противовес. Есть противовес, который хочет этому мешать. Если ты произносишь свое своей молитвой громко, тогда мазяки иметь и ангелы, который наносит ему ущерб, не дает ему пойти дальше. Почему? Есть что-то типа с глаза говорит, ты можешь молиться Творцу, мы не можем молиться Творцу. Ты в любое время можешь молиться Творцу, правильно? Ангелы так не могут. Ангелы так не могут. У них есть специальное время, тогда они могут помолиться, в другое время не могут. Они завидуют и не дают поэтому твоей молитве пройти дальше. Так вторая проблема есть здесь проблема кезельда от сознания. Что? У других, которые здесь присутствуют в общине и которые молятся тоже, они полностью погружены в свою молитву. И тут ты приходишь и говорит «Ой, священник, дай мне это, пожалуйста, пожалуйста, я больше не буду, я больше не буду, прости меня, прости меня, не буду». Что такое? И все слушают, что ты молишься, все слушают, какие у тебя проблемы, все слушают, ты хочешь от Творца. Перестань, тихо молись. Ты забираешь у них всех сознание, они хотят про себя помолиться. А слушают тебя, надо быть осторожным в этом, понимаете? Сколько я вам всего рассказал, что вы не знали, где можно ошибиться, в Гезеле, где можно что-то своровать, и мы не знаем этого, правильно? Дальше, смотрите, тот, кто вызвал такси и через минут, 10 минут отменил, что он сделал? Время хорошо, время хорошо, а те 10 минут бензина, которые он потратил на то, чтобы тебе поехать, кому-то ему возместить? Возместят ему, не возместят ему. Есть в Яндекс. Такси кнопка отменить заказ, есть? А там нету. Я за 10 минут отменял, если я заказывал, я не видел, 15 минут приехал, я отменял, не отменял, но доезжал. Есть у нас такой пассажир. Все так делали? Я где-то 10 минут, я вам сказал 10 минут, а кто за 2 минуты что не сделал, а если он поехал, это даю, если он не поехал, хорошо, а если он поехал и потратил этот бензин, он сам должен платить. Не, но там же бывает штраф. Если он приехал, Кто платил штраф, скажите? Я не знаю, я не платил штраф. Не, я платил, если платить, то приезжает, и он же у вас уже. Если приезжает, да, а если он поехал и по дороге ты отменил? Тогда нет. Если он не доехал. Там 3-5 минут надо ждать. А? Если он отменил, у тебя с карточки деньги снимаются. Если он приехал, правильно? Нет, даже когда он едет, 10 минут, например, если больше 5 минут прошло, то деньги с карты снимаются. Не знаю, я такого не видел. Они потом возвращаются. Не знаю. В общем, это, я привел пример как таксиста. Есть другие люди, там не знаю, кто-то стрессора вызвал, кто-то еще какого-то специалиста, кто-то курьера вызвал. Сколько раз бывает? В интернет-магазине что-то заказал, курьер к тебе приехал, ты решил отменить. Хорошо, если еще ты заплатил за доставку. Куда не шло? Куда не шло? Хорошо. Я уже не беру о том, что кто-то поработал на то, чтобы упаковать этот заказ, и так далее, и так далее. Ладно, пускай фирма платит, она и так платит. Подождите, но вы же забрали. Вы забрали. Понимаете? Поэтому мы говорим Газальну, мы, да, мы грабили, Творец. А то, что я этого еще не понимаю, это потому, что я Тору не учу. Я с этим никак не связан. Никто меня не учит, что значит грабить, а кто что значит не грабить. А? Лейб, кто-нибудь тебя учил, пока ты не пришел сюда? Кто? Мама. Говори, я не знаю, я не знаю. Такси нельзя вызывать? Стоп, такси вызывать, и через пять минут отвинить можно? Можно. Это потому, что ты сейчас вышел, и поэтому говорить можно. Нет. Каждая секунда, которая Диврей, то ра, она как жизнь необходима, она важна, как жизнь, ты не понимаешь. История и жизнь. Давай история. Мы были на Китай-городе. Только тебе я позволю. У моего двоюродного брата скидка в такси 50%. То есть мы бы доехали с Китай-города до школы за 150 рублей. Да. Еще, еще. Таксисту осталось ехать пять минут, и он взял, поехал в другую сторону специально. Это его проблема. Это он наше время еще украл. Это правильно. Так что можно отменить. Правильно. Ты правильно говоришь? Это он наше время украл. Правильно? Нет. Легенда. Есть интересное, я нашел подарки на свадьбах. Подарки на свадьбах. Слышите? Роник, есть кто, кто есть, кто написал? Человек пришел на свадьбу. Записывается, кто сколько положил. Да. Есть кто? Наши родители очень в этом. Прямо медукдак. Они четко так, 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 что, кто, что, когда, чего, как, чтобы... Лет 10-15. Да, уже прошло 10-15 лет, этот не столько принес это. Почему? Оказывается, что они-то, они-то получили, некоторые из нас, конечно, учили это, но получили от еще дедушек, бабушек, да? А что? Оказывается, есть кто написал, что если человек тебе принес подарок, а ты ему не принес тот же подарок, ты как будто не украл. Тот же. Ну, не тот же размер, или вообще подарок не принес ему, ну, почему? Потому что тот человек, который приходит на свадьбу, например, тебе приносит подарок, он ожидает, что когда у него будет мероприятие, ты тоже принесешь ему подарок. И ты не должен... Это автоматически, автоматически происходит. И поэтому, это одно из мнений, да, ну, скажем так, просто, чтобы мы понимали, чтобы мы понимали, что это тоже есть. И я уже не говорю о том, что Маасэр, сколько мы с вами уже говорили, что нужно отделять от дохода, все, что Всевышний дает, нужно отделять от этого Маасэра. Доход получил, отделил ради Творца. Что этот Маасэр, он не Творцу принадлежит. Творец сказал, Маасэр, отдай беднякам. Бедняк потерял, у бедняка ты украл, у того, кто нуждается, ты украл, если не отделил Маасэр. Вот в чем проблема. Да? А если, например, родители дают деньги на расходы, тоже можно отделять или нет? Если родители дают Маасэр, смотри, если они отделили Маасэр, если они отделили Маасэр, тогда не нужно отделять. Но если они не отделили Маасэр, нужно отделять. И это еще зависит от того, сын или дочка, они полагаются на родителей, или не полагаются. То есть они зависят от родителей, или не зависят от родителей. Есть родители, которые дают деньги, когда сын или дочка, они уже самостоятельные. Тогда это однозначно их доход, вне зависимости от того, они отделили Маасэр, не отделили Маасэр. Если как подарок дали, и ты самостоятельный ты должен отделять если ты еще не самостоятельный живет с родителями даже если ты зарабатываешь уже и все равно живешь с родителями и ты от них как-то зависишь они тебе дают все равно деньги так чтобы тебя поддерживать если они отделили массы и нужно отделять вас если они не отделили до нужно отделять вас еще раз если знаешь что они отделили массы ей нужно отделять других случаев если они не отделяют масса рта нужно от этого отделять вас и я дал ответ тебе понравился ответ также что еще можно украсть можно украсть время друзья мои можно украсть время таксист а также еще как-то человек говорит суши подвези меня у тебя горита нет проблем я тебе подвезу а ты что делаешь макс подожди я строй не поговорю с антоном поговорю мальчика об него может такой сладкий парень да я в него его а все хорошо эльвина попрощаюсь ты подожди макс подожди что подожди его время деньги и во время ним не можешь ты красть понятно это называется украсть время а также есть также есть такая вещь как кража воздуха прямом смысле в том смысле о котором вы сейчас подумали друзья мои много дышать нет человек хочет много дышать а ты у него это возможность отнимаешь минимум душить это лошонара и надо сейчас говорить здесь я вам сказал что мне мне рассказываете кто это делает я вам сказал я вам сказал что есть такая вещь и это тоже называется грабеж и тоже называется украсть как минимум как минимум то что что вы сказали если например человеку холодно синагоги есть такие есть такие бессовестные которые в синагогах и тоже делают серьезно вам говорю даже да не 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 стыдно им не то что есть сахар есть свыше есть тора есть люди занимаются молитвой понятно иногда бывает выйди выйди это называется в чем проблема я же случайно сделал проблема я вам расскажу я это называется украсть воздух и вам смешно а это реальная проблема кражи реальная проблема есть люди которые не могут иди тогда не стой в синагоге что ты здесь хочешь ходи отсюда проблема со здоровьем вылечись потом проходи что здесь нельзя есть такая вещь собачий кайф когда человека душит если он попросит другого чтобы он у тебя комната есть я про это ты для себя можешь делать все что хочешь дальше например окно человек человек хочет человек хочет теплый воздух человеку нужно теплый воздух и приходит кто-то и открывает окна идут заходит холодный воздух что мы говорим мукро ли у этого человека теплый воздух да молодец за губару здесь есть тогда есть аллаха говорит идут по тому кому почему почему потому что изначально тепло и если если еще проблем есть заболеть когда и так далее идут потому как холодно или например вот как лев сказал значит есть человек большой например открыли тут окно открыли дверь что был сквозняк до вечер дышать то был сквозняк стал один большой какой-нибудь и встал прямо в дверях не дает это самое что это значит если всем там нужен воздух он значит закрыл воздух для всех понятно я вам говорю о том что есть такая вещь вы бы теперь понимаете почему-то рассказала аж человек может быть полон грехов полон грехов но что обвиняет в начале грабительства кража почему потому что мы даже не можем не знать в чем мы согрешили мы даже можем не знать чем мы ошиблись есть такая вещь еще как кража сына и это то в чем есть его и сегодня сделал чул сегодня я написал свои своих группах и тем кто получают мои сообщения я сказал друзья мои извините меня что я я сейчас цели ход я рано 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 очень рано бауха шеф слава богу я просыпаюсь да все выше позволяет проснуться я сразу пишу приходите на молиться если ты разбудил это кража и без разрешения без разрешения и красный шалом это сделать родители мы рассказывали да про родители ни в коем случае родитель нельзя будить а не будет институт мне крадется лучше тебя не буди ты сам просыпаешься если ты согласен я вам согласен вообще проблемы поэтому чтобы вам маму не вводить заблуждение ты согласись внимание то что в баллов проблему не вводить согласись хорошо поэтому что если не согласен эту проблему не будить или согласиться прости всегда лучше просить почему потому что если человек прощает приходит всевышний говорит ты прощаешь это тоже хочу нельзя алха говорит нельзя быть вот душе держать зло душе держать зло в коем случае нельзя почему потому что вы и ангелы вы тоже ошибаемся как мы будем милосердны с друг с другом так и всевышний будет милосердны с нами как мы будем друг друга прощает мы будем мы можем видеть вы все люди и ангелы мы у каждого можем видеть разные проблемы это не значит взять и по башке им давать за каждое то что вы саде как евреи что написано про евреев на хавим ты мне сейчас скажешь что написано про евреев какие они добрый хороший милосердный замечательный раха ми бай шаги вега малий хасадим это милосердный бай шаги вега малий хасадим это милосердный бай шаги вега малий хасадим это милосердный бай шаги вега малий хасадим это тот кто любит делать добро грамотный бай вега малий хасадим это тот кто любит делать добро это это отличие еврея то что пришел в ваш кеда поругался чем ты говоришь чем ты говоришь это все и наши понимаете теперь сейчас сейчас я вам хочу сказать когда времени время вышло я не вышло много мы с вами поговорим не не подождите хотел вам сказать как нужно сделать что это очень важно очень важно как нужно сделать шву вам расскажу вот то есть мы с вами поняли да сейчас надеюсь 9 мы с вами поняли я взял только одну ошибку один грех самый главный который мешает чтобы наши молитвы принимались человек должен опасаться не красть не красть имущество не пользоваться имуществом просто так не красть его возможности человека не красть не пользоваться его добротой не красть его время не красть его терпение не красть его что еще сон не красть его воздух и так далее так далее так далее понятно дом теперь мы человек задумался сейчас каждый день каждый день нужно передошу шана и кто умный то ха ха кто мудрый тот использует каждый день для это почему потому что придет росу шана скажет всевышний весь месяц и люль все 30 дней я промолился я подумал что не так было что не так сделал и поверьте мне и цена такое дело будет отвлекать вас от этого если даже одну вы сделаете одно хотя бы над ним подумайте сделайте чего сделайте чего всего всевышний засчитает это вам как полностью сделаю чум верьте по-настоящему желаю это не просто не просто сделать что значит по-настоящему сделать чуму написано три вещи что человек тоже признаться перед творцом в том чем ошибся например то что я сегодня рассказал я сегодня понял что я у своих друзей и у членов общины я крал сон как то что я каждое утро им писал приходите 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 и будил многих тех кто не приходит очень многих тех кто вообще не приходит я их будил зная что они не придут знаешь что они придут это называется украсть сон теперь что этого сделать я сказать всевышний я ошибся я ошибся в том что я крал что я грабил это тоже самое грабеж абсолютно та же самая грабеж как пришли я вам скажу как не хочу вас пугать просто то что написано я вам расскажу что написано написано то же самое что написано по поводу поедания свиньи ты сказал берет и услышал сказал доказание которое написано за поедание свиньи то же самое написано за грабеж теперь теперь как нужно сделать шоу смотрите не нужно еще раз антон садись последний потом фото уже настолько фото на три не три года хватит не можем никуда деться до теперь дайте сегодня бои не хочу у вас как время дайте мне еще пять минут и дайте пять минут и вы с вами уходит вы даете мне время да да хорошо я воспользовался тем что вы добрый так вот смотрите как нужно сделать шоу нужно признаться перед творцом всевышний перестань пожалуйста всевышний я понимаю вы станет всевышний прости меня я сделал так то так то и я больше не буду и человек должен перестать действительно перестать это делать если он считает что через две недели он опять пойдет макдональдс это не считается чувак это не считается чувак в макдональдс поесть там мясо о других вещах я не буду говорить и так и так он говорит я сделал так то так то я больше не буду и я в этом раскаиваюсь до это три вещи которые человек должен сделать раскаяться признаться действительно раскаяться признаться и перестать это делать перестать это делать где где бы ты не был где бы ты не находился лучше всего конечно синагоги но если синагоги тебе неудобно там ноги тебе мешают там куча народ так далее один-на-один когда ты один и творец вот там и раскаюсь раскаемся перед всевышним не нужен еврея всегда говорю мне так и папа говорил и наговорить мудрецы еврею никто не нужен чтобы поговорить с отцом есть евреи есть творец никаких посредников не нужно есть я и он он всегда смотрит что у меня здесь на душе я действительно от сердца раскаялся или нет и действительно перестану перестану это делать или нет это тогда считается чувак все еще раз без разрешаем если вы обрадуете меня маленького и всевышнего того что придете над евреи тура я вам расскажу какие именно из ошибок и он кипр прощает или не он кипр прощает или просто так можно поговорить с творцом просто так прощается без ем кипура без раска и так далее я вам расскажу эти вещи без раташем а сейчас я вам желаю хорошей недели чтобы у вас были силы что все еще благословил нас еще больше сил что вас были силе и учиться и и творучить и раскаивается и еще и радоваться потому что без радости нельзя помните что все выше все что не посылает это только к добру и нужно это постоянно принимать с радостью и все 500 добавить радостью и я вам это желаю шабад шалам ура и больших радостей